Девушки отдыхают Девушки отдыхают В калейдоскопе детских голосов звучит ее голос, голос воспитателя Спокойный и терпеливый, увлеченный и волевой звучит голос воспитателя И за дня в день, 24 года, а это очень непросто Хитрые леса! Лес! Хитрые леса! Лес! Хитрые леса! Лес! Смотри, скорее, скорее А кто хитрые леса? Лес! Марина Сергеевна, вот сейчас мы наблюдали, как вы играете, занимаетесь, с детьми работаете, по сути дела с ними И постоянно вам приходится говорить Голос у вас звучит спокойно, уверенно и, казалось бы, без всякого напряжения Но ведь у вас в жизни был очень трудный период, расскажите об этом, пожалуйста Да, вы знаете, я давно уже работаю с детьми А вот года два тому назад у меня стал садиться голос, пропадать Болело горло часто Я думала, что это просто простуда лечилась своими домашними средствами То есть вы приходили домой, вот вечером после работы, и у вас пропадал голос? Вы знаете, даже во время работы у меня пропадал голос Я веду занятия с детьми, и вдруг у меня пропадает голос Конечно, можно себе представить, что переживала в эти трудные дни Римма Сергеевна Ведь потеря голоса для каждого человека – это всегда травма А для людей, из чьевых профессий, это не просто трудность, не просто неудобство в общении с другими людьми Порой это лишает их любимой работы Той самой работы, которую знаешь, которой отдается большая часть сознательной жизни нашей А ведь круг людей, которые связаны с большой речевой нагрузкой, с каждым годом расширяется Это сейчас не только актеры, не только педагоги Это еще и экскурсоводы, это водители общественного транспорта Это работники различных служб быта Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы подготовили нашу передачу У нас в студии директор Московского научно-исследовательского института уха-горла-носа Профессор Дмитрий Иванович Тарасов Дмитрий Иванович, естественно, первый вопрос Какие же причины могут привести к заболеваниям, влекущим до собой изменения, нарушения голоса, вплоть до его утраты? Я думаю, что целесообразнее будет, прежде чем охарактеризовать различные причины нарушения голоса Обратиться к схеме строения верхних дыхательных путей, куда входит и голосовой аппарат Если обратиться к этой схеме, то видно, что здесь полость рта, язык, это глотка, где происходит прохождение пищи и воздушной струи И вот здесь ниже находится гортань Наиболее важными элементами этой гортани в образовании голоса являются голосовые складки Вверху имеется надгортальник, который прикрывает гортань от попадания пищи Если перейти к причинам, то наиболее частой и наиболее распространенной причиной поражения голоса является простудное заболевание Это по существу относится ко всем людям Наиболее частый и наиболее подъем этих заболеваний наблюдаются в осенний или весенний период времени Скажите, с чем вы связываете свою потерю голоса? И когда это наступило в первый раз? Дело в том, что я перенесла грипп И после болезни я пыталась петь Когда это было зимой? Это было в разгар зимы, в январе В самые холодные месяцы я заболела И очень сильно был кашель у меня И вы продолжали петь? Да, ну так как я подумала, что у меня все уже перенесено, все нормально Я выдрогала, я пыталась петь и пела После того, как я попела несколько раз, у меня получилось уже как несмыкание И не издавалось высокие ноты Но само простудное заболевание, если человек выдерживает режим голосовой особенно, то оно не приводит к нарушению голоса После окончания института вы будете работать актером Да Скажите, пожалуйста, с чем вы сейчас связываете изменения голоса? С какими факторами нервными? Или с вашей голосовой нагрузкой большой в институте? Скорее всего, это идет, мне кажется, от нагрузки голоса И второе, это от потрясения, что ли, нервной системы Важным фактором является также нервный Известно, что когда человек или испугается, или же какой-то аффект у него возникает У него наступает исчезновение голоса Даже человек лишается голоса от испуга Но если это происходит часто, то наступает уже длительное нарушение голоса В результате вот таких нервных потрясений Нарушению голоса также способствует и курение Особенно длительное курение и злостное курение Вот если обратиться вот к этому рисунку То на нем изображена как раз гортань И в частности голосовые складки курильщика и некурильщика Вот вверху мы видим гортань некурящего человека Голосовые складки нормальные, ровные При разговоре они хорошо смыкаются Связки курильщика, они отечны в виде валиков И при разговоре они не смыкаются Между ними образуется щель И за счет этого у курильщика голос хриплый Ну, то есть невнятный голос Очень важным моментом в возникновении голосовых нарушений Это и является чистота и гигиена квартир и производственных помещений В частности, нужно следить за нормальной влажностью квартир Чем суше воздух в квартире, тем больше человек предрасположен К заболеванию голосового аппарата И к нарушению голоса Потому что связки пересыхают И поэтому нарушается голос Также и запыленность помещений производственных и так далее Если говорить о лечении О тех ошибках, которые люди чаще всего допускают в процессе лечения На что бы вы хотели обратить внимание? Ведь гортань Как мы видели уже на той схеме, которую я представлял Оно находится очень низко И большинство мероприятий, которые проводятся населением В том числе и наиболее распространенный вид самолечения Это полоскание различными веществами Оно, как правило, не достигает цели Поскольку лекарственные вещества, которые растворяются для полоскания Или применяются Они не достигают голосового аппарата Голосовых складов Поэтому в таких случаях нужно применять те методы лечения Или те методы доставки лекарственного вещества к гортане Которые именно могут эти лекарственные вещества довести до полосовых складов Это наиболее распространенные И существует уже давно Ингаляция Это простой метод, которым могут пользоваться и сами больные в домашних условиях Метод поливеризации То есть обычным поливеризатором И с поливеризатором орошается гортань и верхние дыхательные пути Для проведения эффективного лечения Нужно прежде всего поставить точный диагноз Нередко для этого достаточно обычного осмотра в поликлинике А иногда необходимы и специальные, более точные и сложные методы обследования Сейчас мы проведем осмотр гортани Я вас попрошу, скажите громко звук «эээ» Пожалуйста «ээээ» Еще «ээээ» Это так называемая стробоскопия гортани Изучая колебания, которые производят голосовые связки Врачи определяют работоспособность голосовых складок Устанавливают степень нарушения механизма образования голоса Смотрите громко «ээээ» Пожалуйста С помощью вот этого аппарата Фотографируют, то есть фиксируют Малейшие изменения в гортани Во многих случаях фониаторы и лерингологи прибегают к помощи ультразвука Он помогает быстро и безболезненно устранять воспалительные процессы в гортани Разрушать на голосовых связках образования, которые лишают человека голоса А в отделении физиотерапии института ультразвук выступает в одной роли С его помощью вводят лекарственные препараты Действия которых при таком способе введения усиливаются А это другой способ введения лекарственных веществ Электрофорез Который уже нашел самое широкое применение в практике поликлиник Но порой бескромные методы лечения оказываются бессильными У вас имеются узелки голосовых складок И они подлежат хирургическому удалению Так что вам придется произвести небольшое хирургическое вмешательство Вы согласны? Конечно Ну пожалуйста, сейчас мы их удалим Вот так с помощью оптики проводится эта операция Оперирует заведующий паниатрическим кабинетом Юрий Стефанович Василенко Считанные минуты длится она Но как часто сами слова хирургического вмешательства внушают страх больному А потом доктор мне предложил сделать операцию У меня оказались узелки какие-то на гортани Ну знаете, как-то мне было это очень страшно Ну и я решила согласиться все-таки Несмотря на все сомнения, переживания, все-таки решились на операцию Да, все-таки еще не хочется оставлять работу Вы знаете, вот такие переживания у каждого человека перед операцией естественные И поэтому я хочу спросить, как прошла операция Насколько действительно это страшно и трудно перенести такую операцию? Мне казалось, что это очень страшно А на самом деле, вы знаете, я просто даже ничего не чувствовала Дмитрий Иванович, а к чему может привести вот такое положение? Человеку назначено лечение Иногда это лечение оперативное Ну, либо отсутствие времени, как иногда кажется человеку Иногда страх перед каким-то вмешательством Заставляет человека отказаться от лечения или отложить его К чему вот такое отсутствие лечения может привести? Значит, если у человека, у которого часто нарушается голос От самых различных причин То, в конце концов, у такого человека развивается хронический Как мы говорим, лярингит Хроническое заболевание гортани И вот если этот хронический лярингит Будет существовать длительное время То это может привести к различным Тяжелым последствиям, в частности, к опухолевым процессам Рассказывает руководитель Отделения восстановительной хирургии этого института Сергей Никифорович Лапченко Существует ряд заболеваний В частности, опухолевых заболеваний При которых для спасения жизни больного Требуются большие радикальные операции В частности, удаление гортани Эта операция, спасая жизнь больному Делает его тяжелым инвалидом Зачастую больной полностью Или почти полностью лишается звучного голоса Он вынужден дышать через отверстие Через страхиостому В последние годы В отделении восстановительной хирургии Лорорганов Московского Лорнии Разработаны новые методики Которые позволяют Не только избавить больного от болезни То есть удалить ему гортань Но и одновременно с этим Восстановить гортань Вот старый обычный метод операции Гортань убирают Сохраняют пищевод В укороченную трахею Вставляют трубочку для дыхания Человек выздоравливает Но говорить уже не может А это схема операции по новому методу Убирают гортань Стараясь сохранить как можно больше здоровой ткани Затем трахею подтягивают вверх И подшивают подъязычные кости А из оставшейся гортана глотки Формируют голосовые связки После такой операции Больные сохраняют Звучный голос У них нет дефектов на шее Они, как правило, работоспособны Принципиально новый метод Восстановительной хирургии Разработанный доктором медицинских наук Лапченко и кандидатом медицинских наук Зарегистрирован как изобретение Человек не должен Даже после сложной тяжелой операции Оставаться инвалидом Григорию Петровичу 15 дней назад Была произведена операция Голос у таких больных восстанавливается С помощью специальных логопедических Дополнительных занятий У разных больных по-разному В течение нескольких недель Или нескольких месяцев Собираемся домой? Да Вот, немножко поживет Чуть-чуть Научимся лучше говорить И поедем домой Спасибо Кем вы работаете? Механизатор на плицепабрике Очень хорошо Будете работать Так, подышите, пожалуйста Вдохните ртом И медленно Это самый первый урок речи После операции Еще раз От легкой дыхательной гимнастики От простейших звуков Скажите звук Кра Таких уроков будет много До тех пор, пока не звучит Как бы взялого обретенный голос Кру Кры Дмитрий Иванович С вашего разрешения Мы послушаем Некоторые записи Из вашей фонотеки Записи вновь Обретенных голосов Пациентами вашего института Пожалуйста, включите пленку Листопад Как красиво в лесу Поздней осенью Кругом листопад Падают красные листья Осины Конечно, за каждой записью Своя история болезни Своя судьба У многих людей была полная утрата голоса Конечно, были переживания Волнения Порой просто отчаяние Иногда пессимизм Беспомощность А потом долгое, кропотливое лечение И, наконец, радость возвращения К любимому труду Радость обычного, привычного Общения с людьми Конечно, успехи медицины Дмитрий Иванович неоспоримы Это так И все-таки лучше не доводить До заболевания Гораздо важнее Своевременно подумать о профилактике Пожалуйста, ваши советы Профилактика должна складываться Из-за исключения тех моментов Которые предрасполагают К этому заболеваниям Ну, наиболее важной профилактикой Это является борьба С простудными заболеваниями Поскольку важной И наиболее первой причиной Являются простудные заболевания Это борьба с гриппом Катаром верхних дыхательных путей Естественно, поскольку Мы уже отметили Само простудное заболевание Редко приводит к нарушению голоса Влияет роль предрасполагающие моменты Поэтому вот эти предрасполагающие моменты Тоже нужно исключить Это в первую очередь Ограничить А что лучше Это бросить курить Я вот это осуществил Я уже практически в течение месяца Не курю Очень важным моментом является Ранняя постановка голоса И практика подсказывает Что у кого У какого педагога Или у певца Вовремя не был поставлен голос У него и происходит нарушение голоса Очень важно не перегружать голос Каждый, в том числе и речевой аппарат Требует определенной нагрузки Когда перегружается этот аппарат То, естественно, он и ломается И нарушается То есть после большой нагрузки Дать какой-то отдых? Обязательно Нужно чередовать голосовую нагрузку С нормальным отдыхом И когда чередуется Это чередование Полномерное Тогда Мы у большинства Людей речевых профессий Не наблюдаем Нарушение голоса Хотя они Справляются Своими обязанностями Не хуже тех Которые Перенапрягают голос А вот Можно ли считать Что У нас есть такие письма Здесь целый ряд писем Я не буду перечислять авторов Что, скажем Если человек чувствует Голос немножечко сил Немножко трудно говорить Пытается Либо выпить горячее молоко Кто-то Кто-то пытается там яйцо сырое проглотить И превозмочь себя То есть пытается через эту вот усталость Через эту трудность Все-таки говорить И говорить достаточно громко Иногда это удается Если у человека После длительного Или форсированного Речевой нагрузки Выступает Нарушение голоса Хотя и минимальное То Этому человеку В первую очередь Нужен режим молчания Если можно сравнить Если перелом Если его Без конца Тормашиста Не фиксирует То он наверняка Не срастет Так и здесь Если не дать горта А непокой Даже несмотря на современные методы лечения Излечения этого заболевания не будет Спасибо Методика дыхательной гимнастики Для речевого аппарата Применяется Не только в медицинских учреждениях Конечно нет Сегодня у нас в студии Заведующая кафедрой Сценической речи Государственного института театрального искусства Кандидат искусствоведения Ирина Петровна Козлянинова Ирина Петровна Ну естественно процесс работы с актерами Очень и очень сложный Но вот что из вашей методики Вы могли бы рекомендовать всем людям Особенно тем Работа которых связана с большой речевой нагрузкой Мы можем отобрать целый ряд упражнений Которые могут быть полезны всем Безусловно Уже больше 50 лет ГИТИС имени Луначарского И другие театральные школы Занимаются именно речевой постановкой голоса И сейчас к нам В наш институт И другие театральные школы Обращаются масса людей разных профессий И дикторы, экскурсоводы, лекторы Педагоги средних школ То есть те люди, которые устают От большой голосовой нагрузки В основном Собственно речевой голос Поставленный речевой голос Это свой собственный голос Улучшенный Такой голос, который в результате тренировки Не устает То есть это то, что нужно Каждому человеку речевой профессии На что нужно прежде всего Обратить внимание Всем И что доступно всем Потому что не все упражнения Мы можем показать Первое, на что нужно обратить внимание На осанку То есть на положение головы И спины Очень многие держатся неверно Тянут шею Звук не попадает в резонаторы Связки напрягаются А мы стараемся делать Все упражнения такие Которые снимают напряжение С работающего органа Это основное Значит, вот здесь осанка Просто пусть все Кто сейчас слушает нас Последите, как вы стоите Как вы ходите Как вы говорите То есть когда хорошо И мягко развернутые плечи Ненапряженные Когда шея не тянется вперед А гордая голова И вы обратите внимание Что люди, обладающие в жизни Хорошими голосами Они всегда держатся Очень ровно и стройно Это просто закон Так что первое условие Это осанка Упражнение нетрудное Дальше Мы обращаем внимание на дыхание Причем методика нашего института Основано на физиологической основе На том, что рекомендуют врачи Мы очень много взяли упражнений Из лечебной гимнастики Таких упражнений, которые приносят пользу И, собственно, мы не ставим Какого-то особенного дыхания Но мы вырабатываем полное дыхание Которое свойственно здоровым людям Мы говорили вот о том, что нужна Правильная осанка При правильной осанке Слегка откинутой плечи Подтянут вниз живота Человек уже не может перебрать дыхание Взять больше А это большой порог Когда человек переполняет дыхательную клетку После этого вырывается голос шумом И говорить трудно Подтянуты нижнебрюшные мышцы живота Это мышцы, которые участвуют в выдохе Для нас они имеют очень большое значение Потому что они создают опору И дыханию, и голосу Вот это дыхание полное В котором участвуют Это естественные типы дыхания Не придуманные В котором полностью участвует Весь дыхательный наш организм Видите здесь И грудная клетка принимает участие И брюшная полость Очень важно, чтобы человек Не напрягал голоса постоянно Говорить громко, сильно Вредно Но нужно говорить звучно Это не так сложно То есть нужно научиться владеть Своими резонаторами Теми полостями, в которых звук усиливается Получает большую выразительность Тембр и так далее Лобные пазухи Гайморовые полости В носовой части Сколько у нас есть пустот В которых отзывается звук Сегодня мы попытаемся вам показать Некоторые упражнения Которые помогут вам правильно пользоваться дыханием Показать эти упражнения Мы попросим старшего преподавателя Вашей кафедре Наталью Александровну Черкасову Пожалуйста, Наталья Александровна Я сейчас попробую показать Несколько упражнений Для развития носового дыхания Первое упражнение Вдох носом Закрываем рукой левую часть носа И через правую ноздрю Берем вдох Закрываем правую часть носа И через левую ноздрю выдыхаем Опять же вдох через левую ноздрю Выдох через правую ноздрю Это упражнение мы рекомендуем сделать Четыре-пять раз Вообще все те упражнения, которые мы сегодня покажем Нужно делать несколько раз в день По четыре-пять раз каждое упражнение Второе упражнение Кончиками пальцев Проводим от кончика носа по носовому хребту вверх И при выдохе делаем постукывание по бокам носа Это упражнение выглядит так Сделайте, пожалуйста Вдох Выдох Еще раз Вдох Выдох Третье упражнение Также кончиками пальцев проводим от кончика носа вверх по хребту И при выдохе делаем ввинчивающие движения Там, где кончается завиток носа Вот посмотрите Вдох Выдох Вдох Выдох Четвертое упражнение Вот перед этим упражнением Хорошо бы запастись на всякий случай носовым платком Потому что Когда мы делаем это упражнение То может выделяться слизь из носовых ходов Мы рекомендуем это упражнение как в здоровом состоянии Так же и при насморке Посмотрите это упражнение Ведем кончиком пальца Вверх Кончик у носа Делаем вдох И при выдохе делаем постукивание Звучное Еще раз Вдох Выдох Сделав эти четыре упражнения Можно легко, без напряжения Попробовать произнести несколько слогов Например Ба Ба-бу-бу Ба Ба-бу-бу Там, где начинают звучать резонаторы Мы просим вас запомнить Этот простейший комплекс предварительных упражнений И если вам покажется это важным, интересным Мы постараемся в наших будущих передачах Продолжить этот разговор А сегодня просим еще и еще раз обратить ваше внимание На щадящий режим при каких-то проявлениях со стороны нарушений Со стороны голоса То есть на необходимость, на важность режима молчания Если вы почувствовали первые признаки недомогания Арина Сергеевна, сейчас вы работаете Вы очень устаетесь в процессе работы Вы знаете, иногда чувствуется усталость Но если голос, скажем, не пропадает, не оседает Все-таки может появиться какая-то усталость с голосом И что вот в этом случае вы делаете? И что вам рекомендовали врачи? Ну, вероятно, надо немного как-то ограничить свой разговор Как-то просто помолчать немного Чтобы горло могло отдохнуть То есть после такого дня с большой речевой нагрузкой Вернувшись домой, немножко меньше говорить Можно тише говорить, да? Да, конечно А если очень тяжко, трудно, то просто помолчать? Просто помолчать, да, это помогает Вы знаете, немного помолчишь И как-то опять все хорошо Опять можно громко сказать Спасибо, больших вам успехов проводить Мы с вами изучали фрукты и овощи Сегодня мы на занятии повторим Давайте сначала вспомним Какое сейчас время года? Зима Сейчас осень Аркаша, а ты как думаешь? Сейчас осень Ребятки, а посмотрите, выпал снег Как вы думаете, какое время сейчас года? Началось занятие И вновь зазвучал спокойный, добрый голос воспитателя Алеша Это первый ранний снег Правильно, сейчас осень Да, голос, этот великий дар Великое средство общения с людьми Нужное перечистое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!